Приветствую вас, и то, что вы описываете, нельзя назвать любовью, потому что вы не принимаете человека таким, как он есть. Вы говорите о том, что у него, у этого человека, есть много недостатков. Плюс ко всему, вы ссоритесь и возъявлены несоответствия жизненных целей, задач, ценностей, представлений о досуге и развлечениях. В этой ситуации можно говорить о привязанности, можно говорить о том, что вы что-то получаете от этого человека. Возможно, вы получаете именно какие-то ощущения, например, ощущение, что вы любите, что вы любимы, что вы нужны. И когда вы остаетесь один, вы боитесь, что, например, больше никого не встретится. А эти что-новые отношения, например, будут не такими или, скажем, хуже. И именно этот страх, скорее всего, возвращает вас обратно к этой девочке. Ну, то есть, как возвращает? Нельзя сказать возвращать. Я бы сказал, что этот страх, возможно, толкает вас обратно к ней. Но, и что именно? Какие желания вас толкают к ней? Если вы хотите получить от общения с ней, возможно, вы хотите получить определенную идиллию. То есть, вот это вот то самое первое время, которое будет у вас после того, как вы сойдетесь, если сойдетесь, то это будет идеальное отношение для вас. Идеальное. Когда все будет хорошо. Но пройдет время, и вы сами говорите, что девушка будет вести себя так же, как она вела себя до этого. То есть, у нас не изменится. Вы в этом уверены, и, как такового, шанса ей дать не готовы. Это ваше право. Ваше совершенно нормальное право. Но, тогда, давайте подумаем. Если вы, смотря ни на что, хотите быть с ней, понимая при этом, что ничего хорошего из этого не получается, что плачетной негатив и нервотрепка, как вы говорите, это значит, что вы через нее что-то получаете. Любая зависимость, это либо попытка удовлетворить свои желания через человека, тогда нужно понять, о каких желаниях идет речь, о чем вы хотите через нее получить, что в чем вы нуждаетесь, что вы теряете, когда, например, от нее уходите. Вот подумайте, что вы теперь теряете? Вот вы были с ней, у вас была куча негативных моментов, да, у вас были постоянные скандалы, там, ссоры и так далее. Слушайте, это все закончилось. Но вы что-то и потеряли. Если вы к ней тянете на что, вы что-то потеряли. Вы чего-то лишились. И вот это что-то, то, чего вы лишились, когда пошли от девушки, вот с этим и нужно разбираться. Это и нужно понять. Потому что это и является корнем того, что вы описываете. Следующий важный момент. Как долго проходит это состояние? Ну, во-первых, в зависимости от того, насколько вы живете полной жизнью, время может очень серьезно варьироваться. Если вы живете полной жизнью, заставляете себя работать, получать новые впечатления, общаетесь с людьми, взаимодействуетесь с ними, устаете сильно, не оставляете себе никакого свободного времени, то можно говорить о месяцах. Или же чуть больше, когда вы попривыкнете, привыкнете жить без нее, и тем самым начнется ваш период освобождения. То есть, по сути, нужно перейти в вот это вот первое время, самое тяжелое, когда по привычке еще сознание адаптируется к тому времени, когда вы были вместе. Потому что, ну, я надеюсь, понятно, что, когда человек живет с кем-то, у него сознание определенным образом адаптируется. И когда человек вновь оказывается один, то сознание также требуется временно адаптации. Потому что рядом нет другого человека, вы принадлежите сам себе в определенной степени, да, и требуется время, чтобы вновь приспособиться к этому новому образу жизни. Возможно, к несколько иному засугу, к несколько иному времяпровождению, к несколько иной построению модели поведения и так далее. Все это, но все это требует время. И это время меньше настолько, насколько вы активнее живете общественной и социальной жизнью. Насколько вы активно общаетесь с другими девочками, тем быстрее вы будете общаться с другими, тем быстрее и активнее вы будете видеть, что есть девушка гораздо лучше вашей, да, которые отвечают всем тем требованиям, которые у вас есть к ней. и отвечают вашим представлениям о том, какой должна быть девочка, в смысле вы свою девочку забудете. Она понятна, она хочет сверху вернуть, потому что понимает, что вы ее терпите, и такого человека, как она, мало кто будет терпеть. И именно поэтому она пытается вас вернуть. Этот момент тоже выглядит в себя опасно, не забывайте. Обязательно учитывайте его, потому что очень важно понимать, что девушка движет. Что касается того, значит, можно ли человека разлюбить, вы знаете, я думаю, что любовь приходит незаметно. То есть, вот этот человек в определенный момент отзнает, что он любит. И любовь уходит также незаметно. Человек просто в определенный момент понимает, что он больше не любит. Я думаю, что вы уже давно девушку не любите. Я думаю, что вы с ней уже просто по привычке. И слоник заключается в том, чтобы эту привычку преодолеть. И для начала нужно понять, что вам эта привычка ее дает. Если потребуется, на вот листке бумаги, например, напишите, там вот, знаете, разделите бумагу на две шерсти, и напишите слева и справа вот разделительной линии, напишите, что вы получаете, когда от девушки уходите, и что вы теряете. И посмотрите, каких пунктов будет больше, и что именно вы напишите в пункте теряя, батерии. То есть, что вы теряете, когда уходите от девушки. Уверен, что по большим расстояниям по размышлению, в пункте потерь не будет ничего. Или будет что-то такое, что вам может инующество удовлетворять самостоятельно, без вмешательства другого человека. То есть, не только девушки, а вообще людей. и на будущее вам необходима вот эта зависимость, эта потребность в том, что у вас будет в пункте потери, реализовать, чтобы вы в отношениях вступали, будучи независимым, удовлетворенным человеком. дабы быть разноправным партнером в этих отношениях. Тогда вы сможете их строить на продуктивной, искренней основе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам всего доброго и удачи.